Беседовали с Алексеем Паниным, и он вот сказал, отвечая на этот вопрос. Это большой авторитет, моральный большой авторитет. Тем не менее, он удивительную вещь, он сказал, что все пьют за рулем, имея в виду, видимо, все-таки ваш цех кинематографический, потому что... Я не знаю, если бы господин Панин, видимо, однозначно не только пьет за рулем, но и делает массу другого, что не надо делать. Понимаю, это вообще не пример. Господин Панин, на мой взгляд, совершенно разложившаяся фигура. Как мне сказали, когда он станет президентом, он меня посадит. Вы знаете? Нет. Вы же сыграли в его судьбе какую-то роль. Я госпремию ему устроил. Я был продюсером звезды, фильма звезды, где была у него единственная приличная роль, и когда стоял вопрос, мы выдвигались на госпремию, и было еще там определенное количество, одного там не вмешали. Мне говорят, ну, кого вы впишете? Ну, может, вот... Ну, я думал, вроде неплохой парень. Я вписал Панин, он получил госпремию Российской Федерации. Вы, знаете, не беспокойтесь, он президентом не станет, потому что он нам сказал, что он эмигрирует в ближайшее время. Это будет большое счастье. Это будет большое несчастье для страны, куда он попадет. Это будет... Я не завидую. Ему надо не обнародовать это. Ну, правда, он не такая фигура, которая... Ну, я должен сказать, да нет, ну, зачем говорить? Ну, масса из нормальных людей, да, есть, которые... Ну, и не только деятели культуры. К сожалению, мне кажется, деятели культуры, вот, порой, такими необдуманными заявлениями бросают тень на всю нашу культуру. У людей, так сказать, представление, что все, кто хоть как-то связаны с этим, обязательно пьяницы, которые за рулем пьяные, наркотики употребляют. Нет, нет, я знаю, много нормальных людей, большинство, они не пьют, они не потребляют наркотики, ну, поэтому, с другой стороны, есть и не деятели культуры, которые пьют.